Всем привет! Привет! Хорошего настроения и, я надеюсь, солнечного радостного пятничного дня! Пятница, 13.00, формула юмора, бороздит просторы отечественного телевизионного эфира. Меня зовут Евгений Вольтов и сегодня у меня, как обычно, звездные гости, формулу юмора которых я буду разгадывать вместе с вами. 495-276-2949, телефон нашего прямого эфира, 5522, пробел, эфир, пробел, вот видите, даже я путаюсь. И вот если бы я отправил именно такую неправильную смс, она взяла бы и не дошла. Поэтому эфир, пробел и ваши вопросы звездным гостям. Каким вопрос? Ответ, собственно, кроется в имени и фамилии. Анна Городжия, миссис России, обладательница титула, а также потрясающая ведущая и руководитель свадебного агентства меня сегодня посетит. А сразу после Ани, ей на смену придет не менее прекрасный парфюмер. Человек большого дела, потому что пахнуть, знаете ли, особенно в празднике стоит исключительно хорошо. Будем разбираться о том, как организовывать праздники и как дарить красивые подарки. Потому что у нас с вами впереди 23 февраля, это День защитника Отечества, если кто забыл. И 8 марта, международный женский. А тут уж духи-то и праздники как нельзя кстати будут. Ну и поздравляю всех по случаю с Днем Всемирной Доброты. О нем расскажу чуточку позже. А пока музыкальная пауза. Снова как Якубович обвивил. Ну что, прямой эфир и, естественно, парочку мальчиков в клипе я сменю на отличную девочку в эфире. Там девочка тоже была. Неправда, да муж не смотрит, он в этот момент усиленно работает. Аня Городжи у меня в гостях, потрясающая ведущая, очень надеюсь, что скоро телеведущая. Ты давай пока вот так вот делай красиво, а я буду говорить. Скоро, я отказываюсь, наоборот, вести на телевизоре. Почему? Потому что у меня очень много молодоженов, которые просят меня организовать свое торжество, провести его. И вот у меня уже в прошлом году все субботы были заняты в этом году, поэтому вот остался только ноябрь, сентябрь, там пару дат. Поэтому работаем, работаем. Ты слышала, Валя, в этом году не получится, Городжия занята. Господи, как хорошо. Ну ты смеешься, а некоторые реально свои даты переносят, чтобы я была организатором. Ну, видимо... Это так приятно! Видимо, есть за что. Ну, ведущих-то много, понимаешь, организатор свадеб такой, как я, один. И, между прочим, свой выбор тебе, выбор декораций, я так понимаю, да? Все абсолютно подсвечу. Всего-всего-всего. Да. Доверяют даже самые именитые звезды. Да, в этом году мы делаем свадьбу такую очень масштабную, рэперу Моту. Вот. Если вы туда не приглашены, то смотрите на всех телеканалах страны репортажи с торжества, которые организовывает Аня Городжия. Вот смотри, как я ловко не произнес ни разу имя исполнителя, но при этом пропиарил тебя. Спасибо. Да? Понравилось. Ну, расскажи, как ты начала заниматься праздниками. Я понимаю, что тебя спрашивали уже 500 тысяч раз, но расскажи какую-то альтернативную версию. У меня амнезия вообще творческая, постоянная. Я вообще не помню, что вчера было, как я начинала. У меня тоже память, как у Дори с 3 секунды. Ну, вот я тоже, вот эта рыбка, да, которая забывает. Но все, что касается моей профессии, я помню хорошо. Конечно же, это был сложный творческий путь, потому что я из города Болгограда, и в Москве добиваться каких-то вершин. Уже тогда было очень много там ивент-агентств, но свадебных агентств были единицы. И я, когда приехала, у меня была мечта прям, да, я себя видела, как вот Дженнифер Лопес, такая в красивом таком голубом наряде, пастельных тонов, с кулечкой на голове, такая бы я ходила и трогала бы все скатерти, бы говорила, принесите сюда, поставьте эту тарелку, замените вот этот цветок. В реальности, конечно, все не так. В реальности я приезжаю за трое суток на монтажи, живу... И орешь, как Джейн Фонда. Ору, как Джейн Фонда, да. То есть в день свадьбы я уже, в принципе, там у меня третье дыхание врубается, я таскаю по долу невестам. Я помогаю им абсолютно во всем, сопутствую во всех проблемах, в их решении. Но в основном с организацией проблем не бывает, да, потому что у нас все четко уже, наработано столько времени, но мы 7 лет уже этим занимаемся. В основном вопрос остается тем, что кто-то там потерялся где-то там, да, кто-то не вылетел из какого-то аэропорта. Да, мы это тоже решаем, да, то есть мы пытаемся человека привезти на машине, если это реально. И там к концу свадьбы там тетя приехала с караваем, когда мы его уже сделали. В общем, такие вот ситуации тоже бывают. Ну, я хочу сказать, что, конечно же, для меня очень ключевой моментом была свадьба Ксении Бородиной в прошлом году, с которой мы взяли все мыслимые и немыслимые премии. Вот за что я люблю Ксюшу, знаешь, за что? За то, что регулярно замуж выходит. Ну, я так не думаю. Ну, слушай, но я очень надеюсь, что со своим выбором она определилась уже наверняка и прямо навсегда. Главное, что она с организатором своих торжеств уже определилась, потому что девочки мы годик сделали, сейчас Ксюше будем делать день рождения, потом юбилей свадьбы и, в общем, у нас много чего. Так вот, я и говорю, что почаще юбилей, поэтому, Ксюш, пользуясь случаем. Любим тебя. Любим. Спасибо тебе. Да, прям вот не даешь, что называется, пропасть. Ну, девчонок я очень своих всех люблю, всех своих невест. Слушай, а вот звезды, вот скажи мне, пожалуйста, вот селебрити-маркетинг в ивент-индустрии сейчас оценили, да, количество незнакомых басурманских слов? Я оценила, потому что голова у меня побелела еще сильнее, чем была. И все-таки участие звезд и организация вечеринок для звезд, она все-таки дает свой, ну, что называется, выхлоп заказов больше? Ну, смотря от какой звезды. Статус звезды тоже очень важен, поэтому... Вот как не прогадать? Я потому что все время выбираю себе, ну, вот рекламную звезду, когда, вот как-то не всегда попадаю. Ну, нужно свой имидж понимать, свою аудиторию понимать, да, и, ну, понимать вообще, насколько адекватно совпадает твоя цель, да, твоя аудитория и та звезда, которая пропагандирует тот или иной. А вот как выглядит твоя аудитория? Моя аудитория, это не всегда интеллигентные люди. Это нормально. Значит, Валя, значит, мы с ведущей уже определились. Самое главное, это правильные люди. Вот интеллигенция, на мой взгляд, это уже такое, знаете, это когда ты живешь для других. Вот в этом смысле неинтеллигентные больше. Потому что я так сказала, грубовато, сейчас все подумали, так, что ж мы там, гопники. Нет, не в этом плане. Дело в том, что мои клиенты любят посмеяться, любят быть креативными, живыми, никогда не идут на поводу общественности. Поэтому я такая достаточно эпатажная персона. Я не похожа на классического организатора свадеб, которого все рисуют в своей голове. Но при этом у меня большой фан, да, который действительно там ждет, пока я какую-то новую там свадьбу выложу или какие-то новые фотки. И мне очень приятно там, когда я прямые эфиры веду. Я даже не думала, что мы настолько популярное агентство, да, в России. Сейчас я это понимаю, и мне достаточно часто приходится, не просто даже приходится, а мне от души хочется сказать каждому спасибо. Потому что ты живешь в своем ивенте, да, крутишься, вертишься. Я все-таки не песни же пишу, да, там, и не выступаю на телевидении каждый день, да, там, со своими свадьбами. Это достаточно закулисная профессия. Но при этом меня знают, и мне это очень мстит. Это очень круто. И я не зря, наверное, живу, вот, делаю вот именно это дело, потому что, ну, реально ты же знаешь, как я работаю, да, круглые сутки. Я постоянно где-то, я постоянно развиваю свой бизнес. И вот то, что касается звезд, многим звездам мы, как бы, отказываем в предоставлении каких-то рекламных услуг, да, там, ну, как бы, на условиях рекламы. Уже вообще у нас такого понятия, как бартер, в принципе, нет. То есть мы все делаем, если ты хочешь хорошую свадьбу, классную, да, то есть здесь уже бартером ты не обойдешь в любом случае. Да, понятно. Да, понятно, а свадьба стоит денег. И уже, учитывая, что в России достаточно серьезный кризис, да, среди вообще всех, мне кажется, сверх, здесь, конечно, люди уже жмутся, и, ну, именно рекламодатели. Ну, вот сколько будет стоить свадьба у МОТО, вот скажи? Дорого. Ну, рэпер известный. Дорого это сколько, наверное? Обладатели двух золотых граммофонов, у них очень крутая свадьба будет, я не могу разглашать бюджет, ты же понимаешь, это все-таки личная вещь, ко мне как к гинекологу, понимаешь, приходят люди, я никогда никому ничего не рассказываю, это мое главное, наверное, качество, потому что медийные персоны хотят конфиденциальность, хотят закрытость, и при этом, ты же понимаешь, МОТО смашет еще и венчание, это необычная история, я вообще этим вот этого кайфую. Тут одним фаном не обойдешься. Здесь круто, здесь очень круто, и ребята молодцы, на мой взгляд, такие молодые, и уже как бы являются эталоном для подражания, на мой взгляд. Вот так надо строить семью, а не по три месяца жить там, да, и расходиться. Хочется, чтобы у всех было все хорошо. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот тебе все-таки что нравится сильнее, вот по душе именно, вот ты любишь вести или больше организовывать? Ох ты, лис какой хитрый, конечно, вести я больше люблю. Ну, потому что я такая, хэ-хэй, я пока готовлю свадьбу, естественно, я ребят настолько хорошо узнаю, настолько понимаю уже психологию властей. Я вот потому что, если честно, я посмотрел огромное количество роликов, в которых ты там чего-то где-то готовишь, ну, лицо у тебя, конечно, грозное в этот момент. Не сказать, что тебе это нравится. Ну, ты понимаешь, не просто нравится, нравится подготовительная часть. Или это все-таки нервозность просто, чтобы все было идеально? Ну, конечно, я переживаю. Я переживаю как за собственное торжество, я выкладываюсь на все сто в день мероприятия. Я настолько сосредоточена, чтобы ни одна деталь не ушла вообще никуда. Ну, представь, бывает такое, что там, не дай бог, где-то будет лук, да, там, в еде, и жених, например, съест, да, у него аллергия начнется. Вот у меня такая была сейчас свадьба. То есть вот такие мелочи ты все равно их помнишь. Потому что, ну, на сотрудников-то надейся, а сам никогда не плашает. То есть такие мелочи руководитель тоже должен держать в голове. Я в этот момент представил, как повара, или повары, повара, по-моему, да, повара пропустили лук в тарелке у жениха. И в этот момент... Итак, у нас очередной конкурс, и, Алексей, не едим лук. Вот так это обычно происходит? Нет, я просто подхожу и говорю, так, ну, а сейчас мы будем дегустировать то, что на столе у молодоженов и что у гостей. Сэкономили они или нет? Давайте-ка вызовем несколько гостей, забираем прямо у него тарелку. Ну, если так... То есть ты обыгрываешь это все? Да, если я вижу, что... Ну, я только сейчас придумала, что это можно обыграть, да, как-то, ну, то есть... И каждый раз это всегда по-разному? То есть у тебя нет каких-то... Конечно. Нам приходится переделывать тайминг, сдвигать его, да, подстраиваться вот именно под какие-то такие вот моменты, под форс-мажоры, которые, ну, невозможно предугадать вообще, даже супер, там, не знаю, экстрасенсу. Ну, правда. А сколько раз за праздник ты можешь позволить себе маленький перерыв? Ну, я вообще всегда в зале нахожусь. Обычно не делаю перерывов. То есть... Я слежу всегда, то есть... Потому что тема может начать развиваться даже в каком-то оригинальном жанре. И чтобы мне сделать подводку, чтобы это была живая, да, беседа, а не просто, там, по написанному тексту, это очень человек чувствует. Это фальшь. У меня бы не было, наверное, столько клиентов, если бы я все по читанному, по написанному тексту, по своему же работала. То есть я ловлю, например, там, что-то я увидела в номере, я это добавила в текст, там, да, как-то перевернула и подвела. И тогда человек сидит и понимает, что у меня действительно, там, развита, там, эрудиция моя, да, умение, там, лавировать, да, какие-то ситуации, умение подводить. Каким-то вещам. Потому что искусство импровизации, ну, им оплодают действительно единицы ведущих. Я стараюсь развиваться, я занимаюсь педагогами, потому что это, ну, не просто врожденного. У меня суперталанта, мне кажется, не было и нет. Ну, может быть, я к себе, там, смогу идти. Мы к этому еще вернемся. Не, я трудяшка, трудяшка. Не, я много работаю над собой, я себя постоянно, там, штудирую, да, я постоянно, нам, я встаю, например, да, скороговорок штук пять, да, перед эфиром. Обязательно, потому что начинает, из-за того, что я не досыпаю иногда, да, иногда всегда, у меня начинается вот этот момент. Какая вещь своими именами? Манная каша с утра во рту у меня, понимаешь? Ну, я вот стою, скороговорочка, там, креплюсь, бодрюсь, учитывая, что у меня еще маленький ребенок, которого мы вводим в сад вместе с мужем. Вот. А это обязательно вдвоем происходит? Ну, конечно. Мне вообще кажется, чем больше вот таких традиций в семье, тем семья крепче. Слушай, а вот это интересно, я бы очень хотел поговорить с тобой о семейных традициях, но прежде у меня вопрос, а муж, что тебя в итоге часто видит? А мы вместе же работаем, конечно, видит часто. Нормально. Да, у меня. Ну, потому что фига, Анечка тут, Анечка там, Анечка тут, Анечка там. Зато представляешь, когда у нас случается выходной, какая страсть, какая любовь, ты представь. Я вот еще в этот момент почему-то представил тебя в огромном количестве бегудей, огурцов и с криком «Я не могу двигаться!». Нет? Ты знаешь, я вообще… То есть ты предпочитаешь активного? Я же еще тренинги иногда веду по как раз семейной жизни. Меня вряд ли можно увидеть в халате дома, с маской, с огурцами на лице вообще. Когда его нет? Муж меня вообще в принципе не видит такую. Да, я всегда веселая, всегда жизнерадостная, энергичная, потому что мужчины в принципе у новых баб не любят. Девочки, запомните это. Я думаю, что это основное условие счастливой семейной жизни. Не нужно, конечно, притворяться, просто нужно искать себе мужчину, который бы ваш темперамент понимал. Если вы любите дома с плюшкой поваляться около телевизора, то вам мужчина такой должен быть, чтобы он понимал вас и энергия была одинаковая. Чтобы валялся рядом, но скорее всего его комплекция в этот момент тебя расстроит, поэтому выбирай между. Ну да, мой муж, он любит более подвижные какие-то виды спорта, отдых и так далее. Мы там два дня приезжаем буквально, лежим с коктейльчиком и там с книжечкой, все отдыхаем два дня. Вот прям чуть-чуть загораем и все. И потом все экскурсии. А вот смотри, сейчас игра «Подставить друга». Какая последняя книжка к тебе прочитана? Ты знаешь, у меня Рой, я любимый вообще писатель, да, и мне нравится повторный брак. Вот я прочла в Доминикане, ну еще не прочла, у меня там одна голова осталась, вот до сих пор она тянется. Знаешь, когда вот она одна остается, значит, сейчас я стяжусь и дочитаю. Ну ты знаешь, я брала с собой, сейчас тебе скажу, кого, господи, Паула Каэли брала с собой, Матахари. Муж у меня ее отобрал в самом начале, прочел без меня. Не, я много читаю на самом деле, когда у меня есть возможность, да, тут ты меня не подставил. Это видно, не попадается. Знаешь, чем ты меня подставил? Тем, что у меня все говорят ужасный вкус вообще на книге. Я обожаю попсу. Я реально, я читаю очень много попс и джей, но Остин, например, да, я прям, прям слюни сопливают, чтобы все было прям романтика-романтика. Я прям с ума схожу, да. А вот эти вот 50 оттенков, сумерки. Ой, ты знаешь, я прошла еще, вот когда вышла прям, я все прочла. Ну честно, прошла просто из-за того, чтобы быть в теме, потому что там можно какие-то шутки там, да, вот. Это же актуальная история. Но потом, скорее всего, это станет популярным, и кто-нибудь запросит свадьбу в этом стиле за дорого. Ты знаешь, я, ну, такие, кстати, были концепции, юбилей в этом году одни мои знакомые делали вот в таком стиле. Ну, ты знаешь, после вот Нелли Ермолаевой, после... 50 оттенков серого? Да. Ну, там, наверное, было все немножко поприличнее, хотя я не знаю, я тебе покажу. А наш вечерний эфир продолжается? Нет, на самом деле я выпутаю и про это. Пятница. А, я не могу, я тебе потом фотки покажу, это просто... Не, на самом деле, если бы я делала свой юбилей, да, я бы сделала реально такой в стиле Садо Маза. Ну, потому что такого не было, это все равно скрытый. Это было бы скорее фольклорно, и, то есть по фану, или прям все по-настоящему. Ну, я бы все по-настоящему делала, чем по фану. Прекрасно. Когда у тебя ближайший юбилей? Ну, ты знаешь, ближайший юбилей у меня 30 мая как бы. Вот. Вот, собственно, у тебя есть 4 месяца, начинай готовиться. Какие 4? В мае у меня. Раз, два, три, три, три получается? Три уже. Три уже. Даже меньше. Поэтому, дамы и господа, начинаем присылать реквизит. Мы находимся в... Я представила. Это знаешь, какой-то цветик-семицветик. Знаешь, хочу, чтобы все куклы, все игрушки пришли ко мне. Знаешь, просто идут по улицам. Можете присылать. Моя ужасная фантазия. Нет, преданцию не нужно, меня сразу же уволят. Ну, потом посмотрите. Присылайте все домой. Я вам адрес напишу в инстаграме. Адрес в новоагентство, в инстаграме, в сториз под... Нет, ну, название на агентство это жесть, мне кажется. Почему? В общем, пишите мне в личку. А что, пишите, присылайте. Присылайте. Деньги присылайте, я все сама куплю. Тоже вариант, между прочим. Скажи, пожалуйста, ну, а вот чаще, если ты видишь на празднике, вот полезный подарок для тебя лично, это что? Ты знаешь, я настолько... Вот прям, не знаю, кофеварку, вот я видел, Лазарев Дакоти с Соколовским дарил. Зачем? Да? Я уже не помню. А я вот все, ты понимаешь, да? Вот как ты это все помнишь? Я вообще не помню. Это просто во мне еще не умер старый НТВ-шник. Ага. Да, скандальчик, интрижка, поговорище, все такое. То есть завтра я выйду и... Скорее всего, да, не заходи в туалет. Завтра выйду, ты заметил? Сегодня же пятница, знаешь, завтра выйду. Ну, короче, смысл в том, что подарки все... Я это никогда не заказываю, никогда не прошу там деньги, не деньги. Вот кто во что угораз. Все у меня друзья немножко шабанутенькие, но по-честному скажу, потому что я, в принципе, стандартов людей не люблю. Я прям вот скукота скукотная, это вообще не ко мне. У меня все люди одержимы либо своей профессией, либо каким-то своим хобби, увлечением. В чем-то они действительно повернутые люди. Либо просто шизофреники. По-хорошему. Ну, шизофреники, вообще, это наша с тобой тема. Вот. Мне хочется, чтобы люди вокруг меня были настолько творческие, чтобы я могла вдохновляться. Иначе я не могу творить. Я вот понимаю, что я приезжаю там к себе в Волгоград, а из Волгограда уже уехали все, кто был там в моей культурно-массовой деятельности. То есть я была арт-директором шоу, модельных показов, и у меня было свое модельное агентство. В общем-то я в этой сфере очень хорошо обращалась и в Волгограде еще. У меня была своя компания успешная. Но я уехала, потому что папа сказал, надо стабильную работу. И я уехала сюда в офис, чтобы ты понимала. В свой? Ну, тогда не в свой. Нет. В общем, я доросла там от помощника, руководителя там, доросла до... Между прочим, путь настоящего юмориста. Все КВНщики работали бухгалтерами, машинистами. Ну, может быть. Я вообще архитектор по профессии, по первой. Потом я журналист. И в итоге я уехала работать с руководителем рекламы и пиара в Москву. Вот. И за полгода я решила... Я заработала денег и открыла себе просто свадебное агентство. Я ушла, и все. Ну, потому что хороший сотрудник – это дорогой сотрудник. Всегда так считала. Никогда не равнялась там на Волгоградские зарплаты. Возвращаясь к подаркам, все-таки, ты сама предпочитаешь лучше деньгами? Нет, креатив люблю очень. Креатив. Вот если меня человек прям удивит, что-то крутое подарит. Тут мне Нелли, например, с Кириллом, да, Ермолаева подарили. Значит, огромный мой портрет со съемки для агент-провокатора как раз. А у них была свадьба в стиле агент-провокатора, которую я придумала. Я до сих пор кайфую. Я на этот портрет смотрю. У меня на самой центральной стенке. Прям вот, ребят, спасибо огромное. Как приятно. Вчера у Кирилла Андреева как раз мужа Нелли был день рождения. В пользу и случаем тоже поздравляю тебя, наш дорогой человек. Андрей, всех благ, счастья. Кирилл Андреев. Кирилл Андреев. Ну, слушай, у меня, между прочим, каждую пятницу по 700 звезд здесь, поэтому... Ах, извините. Вот когда Нелли сама лично придет в эфир, вот тогда, может быть, я и запомню. Все, тогда ты ее приглашай, я думаю, что он сейчас посмотрит. 100% привет, Нелли. Самое главное подарить то, что человеку будет очень приятно. Я, например, очень люблю получать духи, нижнее белье, очень люблю получать в подарок. Вне зависимости от кого оно, на самом деле, мальчик или девочка мне это подарили. И главное, что спокойно к этому мой супруг тоже относится. На мой взгляд, нужно дарить человеку то, что ему действительно приносит какое-то, не знаю, ощущение, что ты берешь эту коробочку. Она, может быть, даже там ничего такого особенного не будет, но она вот упакована классно. Цветы я очень люблю. Я очень... Вот я всех всегда прошу, дарите мне цветы. Я каждую корзинку со своего праздника увожу. А ты любишь вот такие, которые живые или все-таки живые? Живые, да. Я люблю, чтобы было много-много-много. Ну нет, не в смысле искусственные, нет, не подумай сейчас. Я имею в виду, что есть в горшочках. Да, ничего страшного, не дождешься. Вот. В горшочках тоже. В горшочках. Я люблю в горшочках. Ну какие подарить-то? Понимаешь, это же, когда человек выбирает букет, он подсознательно уже настроен с какой-то эмоцией. И каждый букет, он передает эту эмоцию. Ты не случайно. То есть ты никогда не говоришь, какие конкретно тебе цветы подарить. Пускай подарит тебе человек настроение. Да. Вот. Вот видите, какой бескорыстный человек Аня Городжи. То ли дело... Не бескорыстный, богатый просто. Просто богатый. Я просто муж богатый. То ли дело не менее богатое, но чуть более меркантильная группа серебро. Май-май-май-май. Смотрим. Ну, собственно, вполне себе настроение мы уже создали для вас. Все почему? Потому что формула юмора продолжается. А у меня Аня Городжи в гостях. Ну, вы сами знаете, кто она. Ее представлять вот просто не имеет смысла, потому что моя подводка длилась бы в этом случае часа полтора, перечисляя все регалии. Слушай, а вот такой вопрос. Я знаю, что ты участвуешь достаточно часто и побеждаешь в разных свадебных премиях. Я не знаю, как это верно охарактеризовать. Ну, я тебе так скажу. Я намеренно не участвую. Обычно нас приглашают к участию, либо номинируют уже, да, в шорт-листе. Мы выходим там в финал, и нам дают какую-то премию, или мы там в финал выходим этой премии. В общем-то, да, у нас очень много было в прошлом году вообще. И свадьба года, и декор года, и режиссура года, и интрига года. В общем-то, что-то к ней набрали. А интрига года кто победил? Агент, провокатор мой, Нелли и Кирилл, да. Ну вот... Сейчас на события года мы подали этот проект. Скажи, приятно? Ты знаешь, все равно. Вы вообще спокойно к этому. Нет такого, что вот, ааа, премия. Ну, во-первых, все понятно со всеми премиями. Знаешь, как я радуюсь своей единственной журналистской премии в год студенчества, полученной за криминальную статью? Слушай, ну вот этим стоит гордиться, на самом деле. Да. А как-то, знаешь, для меня самая большая премия – это благодарность моих клиентов. То, что они столько времени со мной, уже многим парам, мы там уже и Кристины сделали, и выписки из роддома. Прям как Бошенко смолвила, ей-богу. В общем, знаешь, настолько приятно. Самая большая награда для меня в начале сезона, чтобы ко мне пришла первая, самая обалденная пара, которая меня просто покоряет, вдохновляет. И все, этот год, значит, будет свадебный очень крутой. Наверное, первую ты выбираешь сама. А вот почему? Нет, в этом году у меня уже была свадьба, 4 февраля, потом сезон мы открыли 12 января, и первое мероприятие я провела 9 февраля. То есть у нас уже все, у нас уже самый разгар. И вот буквально сегодня я подписала договор на свадьбу 26 ноября. Понимаешь, да? Да, лечу, у тебя график тушен. Заранее все бронируйте. Да. Ну, потому что, чтобы подготовить свадьбу хорошо, чтобы я не нервничала, и ребята не переживали, чтобы все было у нас четко и гармонично. Ну, вот реально подготовка, за сколько начинается мероприятие? Да и можно и за 2 недели сделать. У меня были такие случаи, когда мы делали вообще за 4 дня. Там что-то организаторы какие-то другие налажали. А бывает так, что наоборот дата освобождается у тебя, и кто-то прям впрыгивает очень удачно и очень дорого? Да я вообще могу на самом деле делать по 4 проекта в один день, не проблема. У нас большой штат сотрудников, поэтому, так сказать, что мы прям вообще везде заняты. Просто я говорю о том, что сейчас... Слушай, ты как группа «Ласковый май». Классно же, я как группа «Руки вверх». «Ласковый май» тогда давно были. А сейчас «Руки вверх»-то все уже тоже везде продано. Как не позвоню на свадьбу. Сережа, я говорю, где? Тур у меня, Анька. Где? В Дубае я. Там, вся. В общем, он по всему миру, даже не по России гастролирует. Давай про команду. Как так удается-то? И кто в нее входит, помимо супруга? В команде у нас полноценных 12 человек, включая меня и супруга, вот моего. И мы делаем мероприятие под ключ. У нас есть отдел продаж, у нас есть отдел, который занимается менеджментом полностью, да, то есть подготовкой, составлением смет, составлением презентации и прочее. И, соответственно, у нас есть режиссеры, у нас хореографы есть, да, именно в штате. Это те люди, которые учат танцевать, если что. Ну, мы столкнулись с тем, что все-таки очень мало хороших хореографов в Москве. И вот школы там большие, они либо по графикам очень неудобные, у нас все-таки такой немножко лакшери-сегмент, и людям нужно, чтобы под них подстраивались, а не они под график там школы. Поэтому мы были вынуждены взять своего хореографа у нас, ну, я сейчас счастлива, что он у нас есть. Второй год замечательной работы с Инной Свечниковой, это хореограф проекта «Танцы со звездами». Мне хочется сказать, что, конечно же, это уникальная абсолютно девушка, которая делает у нас прям классные первые танцы. У нас некоторые даже идут, именно как смотрят, первый танец видят, да, какой мы делаем, и после этого к нам еще приходят женихи-невесты, когда видят это в Инстаграм или ВКонтакте, говорят, слушайте, мы такого не видели, очень круто, оригинально. Вот чем больше таких фишек, уникальных сотрудников в штате, тем легче тебе делать себя особенным агентством. Поэтому здесь, конечно же, у нас сервис развит по всем фронтам. Вот, режиссура у нас очень тоже активно продвигается, но надо понимать, что просто это уже очень дорогие проекты. Кстати, хочу сказать, что в плане бюджетов мы очень лояльны, по сравнению с моими коллегами. Мы работаем, свадьба под ключ, у нас полтора миллиона, то есть от полутора миллионов и до бесконечности. Вась, закладывай квартиру, пожалуйста, потому что ты же понимаешь, что... Ну, правда, в следующем году только у нас получится, потому что город же занята. Слушай... Не, не, я могу брать, не надо, нет, нет. Я занята пока. Валим от блат. Только на субботы, некоторые пятницы еще у нас остались, то есть выходные дни. Нормально, то есть можно в пенье. Ну, слушай, еще же гуляют, и в среду гуляют, и в воскресенье звезды, так вообще в будние дни все гуляют. Так у них, собственно, скорее всего... Самое удобное время, потому что субботы обычно все огромные. Как сказал Наташа Толстая у меня в эфире, они этими отдельными тропами ходят. Верри Поттед Пёрсен. Верри Поттед Пёрсен. Вот, я прям смотрел и радовался ее легкому. The capital of the grip. Да, именно. Вот, видишь, четвертую скороговорку не сказала, не можешь? Я не сказала, я не сказала вообще ничего, мне кажется, я так немножко... Нет, на самом деле все классно. Скажи, пожалуйста, часто ли организуешь ты не свадьбы? Ну, вот, например, вот на 23 февраля у тебя уже есть что-то? Ой, ну это не такой праздник, который прям все отмечают по всей России. Ну, прям корпоратив, я не знаю, там, Газпромнефть. Ну, нет, 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 они делают такие... Новый год всегда организован, вообще декабрь у нас полностью новогодний получается, и там юбилей, например. У меня очень много постоянных клиентов, которые дни рождения делают в декабре. И январь очень востребован в плане дней рождения. И также и февраль хороший в этом плане. Ну, это и в принципе... Ну, в принципе, и март нормальный, и в апреле, конечно же. В апреле у нас там есть уже, но в общем... В мае-то-то уж, конечно! Ты знаешь, в мае у меня юбилей, я с 1 по 12 мая улечу со своими родными. С 1 по 12 мая хорошо так отмечаешь, быстренько самое главное, компактно. Да, ну, как бы один раз уже у меня 30-ка, потом уже не будет 30-ки мне. Ну, и потом, ты знаешь, я... Слушай, как я люблю, когда женщины открыто говорят о своем возрасте. Да я в свои 30 сделаю больше, чем люди за всю жизнь делают, на самом деле. Поэтому я особо не парюсь. Ребенок у меня есть, муж любимый у меня есть, жить есть где, кушать есть на что. Мозг, две головы, все живы-здоровы, все. Две? Две ноги. А можно? Нет, ты сказала две головы просто. А, две головы. Две головы у меня и моя, и мужа. Ага. Ну вот, мы же это там друг друга поворачиваем, он у меня шея, я у него шея. Скажи, а вот чаще кто креативит? Я. То есть ты, идеолог ты, а он скорее исполнитель, организатор, реализатор. Да, он и техническую часть, и режиссерскую часть на мероприятие берет на себя. А бывало такое, что вот вы сидите на встрече, такая вся зловая, красивая, и она говорит, а можно, чтобы прям фонтан из цветов и дождь из ножниц, понимаешь? Ты говоришь, такая, хорошо, а он думает, как это реально сделать? Так всегда, я тебе больше того скажу. Да? Он мне потом приходит домой и говорит, что ты здесь напридумывала опять? Ай, ну можно просто обычно было сделать вот так? Я говорю, нет, я говорю, нет, делаем вот так. Но ты понимаешь, технически невозможно. Я говорю, сделаю так, чтобы было возможно. Ну, наружу законы гравитации, я не знаю. В этом плане, в единственном, наверное, я стерва, я очень требовательная, я люблю, когда реализовывается так, но зато, когда получается, он подходит. Ну да, красиво, такого не было ни у кого, знаешь? Ну, и вот этот эффект, конечно, я, ну, как бы вытаскиваю его из этого, ну, как бы накатанности. Мы не зарабатываем деньги, да, у нас нет такой задачи. Мы зарабатываем себе авторитет вот этого, знаешь, мы в Мане Величии просто страдаем, видимо. Мы зарабатываем этот хисторис именно в жизнях других людей. Потому что потом этот момент будет вспоминать, ну, как минимум сотка гостей, которая там сидела, да, присутствовала. И будут передавать из уст в уста, это фольклор уже называется, понимаешь? Такой ивент-фольклор. Да. Вот основательница движения ивент-фольклор, модель телеведущая и просто красавица, комсомолка, не знаю, успела ли. Я нервничать начинаю, когда меня называешь моделью просто. Моделью я была давно. Ну, просто, между прочим, вот как не откроешь интернет? Первое, что я работала и в Италии, работала в Японии. А почему все-таки ушла? Ой, да я не ушла. Я сейчас как селебрити снимаюсь в некоторых там проектах, там, я лицо нескольких компаний, одежды, очень многие рекламу дают. Нет, как селебритис понятно, а вот прям вот профессионально, почему ты стала заниматься? Ну, ты знаешь, наверное, мне не нравится фигура модельная, в принципе, я не люблю досок, я не люблю худых женщин. Я люблю грудь, чтобы была, чтобы была тонкая талия, классная попа, да, там, хорошие ножки, да, чтобы, ну, девочка была девочкой. Я вот тоже никогда моделью не буду, но это потому, что я пожрать люблю. Ну, для меня уже это как-то, ну, не знаю, не по статусу, наверное, вот так, не хочу. Вот честно, я когда была девочкой, даже молодой, да, участвовала в всех показах, такая унизительная профессия для тех, кто понимает головой. Ну, мне абсолютно кажется, что вот мир моделей, это мир людей, которые без образования, никуда не стремятся, такие идут, вот только внешностью своей что-то могут зарабатывать. И бедные вот про них пишут, как они бедные худеют, там, как они бедные себя изнуждают. Капустные листики. Мне сказали, не жри, и ты будешь суперзвездой, да, как бы я сказал, идите в жопу, я не хочу быть суперзвездой, извините за мой французский. Вот. Для меня самое главное всегда было есть, пить нормально. Просто изначально у меня конституция тела такая, что я не поправлялась, лет, наверное, до 25-ти. Повезло, хорошее обещание. Понимаешь? И для меня, наверное, самое важное, чтобы сейчас каждая девочка, да, которая смотрит нас, понимала, что нужно себя беречь, свое здоровье беречь. И беречь вот ту первозданную красоту, да, и не забывать, что если вы что-то хотите в себе там исправить, это нужно делать тогда, когда вы уже становитесь мамой, когда вы становитесь супругой, да, когда у вас уже реально какой-то фундамент под ногами. Потому что любая, даже хирургическое, пластическое, да, там, изменение в себе, оно морально откладывает отпечаток. Поэтому если тебя никто не поддерживает, это плохо. Здесь, конечно, лучше, чтобы вы уже как бы сформировались как личность, да, и как бы уже к этому подходить. Вот. Самое главное еще в моделинге, это действительно вот отсутствие, как это вам, ну, не знаю, какой-то эволюции, что ли. Понимаешь? Да, там, наверное, все-таки меньше креатива, меньше широты взглядов. Ну, вот покажем, покажем. Ну, слушай, если бы я была бы там сразу Кейт Мосс, да, там, то понятная история. Ну, Кейт Мосс раз в сто лет, понимаешь, появляется в модельном бизнесе. Ну, не в сто лет, ну, хотя бы в двадцать лет такие звезды. Ты хочешь сказать, что все модели глупенькие? Ну, абсолютно все, практически. Умные модели становятся уже кем-то там, дальше какие-то профессии приобретают. Ну, на мой взгляд, они все не умные. Ну, извините, я просто этот мир очень хорошо изнутри знаю. Если бы я его не знала... То, скорее всего, она читала три книги. Да, для меня это всегда было хобби. То есть я там не убивалась за, там, не знаю, за роль в показе, там, да, за какой-то контракт. А расскажи о юморе в сфере модельного бизнеса. Там вот все так страшно, как показывают в фильме «Неоновый демон», что-то такое. Я не смотрела. Или, ой, посмотри, хороший фильм. Там везде стекло в этих туфлях. Нет, конкуренция ужасная. Ну, слушай, ну а в шоу-бизнесе ее нет, ты считаешь? Ну, там очень трудно подложить стекло в туфли. Да, перестань. Вот эфирчик заблокировать, это да. Ну, конечно, это просто другими путями делается. Ну, тебя, по крайней мере, физически не калечат. А здесь могут битое стекло. Ну, физически здесь, в принципе, потому что человек физически может только отличаться от другого, понимаешь? Только здесь в этом конкуренция, поэтому они друг друга там как-то... А юмор-то есть? Вот вы... Нет, ну смешно, конечно, когда-то... Вы ржали с девчонками прям вот прям просто кипятком. Нет, мне встречались хорошие девчонки, да, которые умные и успешные. Но они потом кем-то становились там не моделями, да. Там модельная история, она, по сути, ну, как бы ищет только в основном себе там мужей, мужчин, там, парней и так далее. Скажи честно, ты когда-нибудь падала с подиума? Прям летела? Нет. Никогда? У меня все хорошо вот именно с координацией. Ой, это важно. Я спортом хорошо занимался в юности. Поэтому у меня в этом плане очень хорошо. Ну, а если взять ивент, есть ли юмор в ивенте? Наверняка есть. Да, конечно, такие ситуации бывают иногда смешные просто. Например, когда... Что может заставить тебя смеяться? Это прям поздравление какое-то говорит, а как-нибудь что-нибудь как скажет. И ты прям стоишь и думаешь, как собраться тебе вообще. Потому что ты реально не понимаешь вообще, как тебе собраться. Ты просто смеешься. И я тогда начала переводить тему. Я говорю, мой соведущий продолжит этот прекрасный диалог, эту прекрасную речь. И ухожу из кадра, начинаю просто до слез хохотать. Но я вообще похохотать люблю. Мне кажется, знаешь, вот юмор, это настолько моя тема. Я все время ржу. Извините, конечно. Это для меня мой стимул в жизни, да, делать жизнь окружающих праздником. И свою жизнь я всегда делаю праздником. То есть мне от всего можно прямо умереть, не встать вообще. Я серьезно, со мной сложно поговорить, потому что, не знаю, я, наверное, не очень люблю чужие проблемы. Вот у меня такая, знаешь, моя личностная... Ну а помогает ли юмор в решении проблем молодоженов? Ну, например, вот она там сидит, кипятится, там ей привезли не ту фату, или не тот букет, или что-то не то случилось. Вот помогает ли юмор? И если да, то как ты это конкретно делаешь? Ну, научи уму-разуму народу. Ну, у меня обычно все то привозят. У меня обычно все то привозят. Там бывает у нас была такая ситуация, когда не мы ее заказывали, а заказала невеста. Вот у нас был единственный случай, еще в начале моего карьерного пути, сейчас я уже запрещаю невестам что-то самим заказывать. Потому что это обычно очень низкого качества. Аферистов в этой, кстати, сфере очень много, которые там берут предоплаты и пропадают, и так далее. Ну, в общем, значит, невеста говорит, я сама заказала лимузи. Вот, я говорю, да, классно. Я говорю, ну, давайте, может быть, вы лучше в нашей компании проверены, из которой у нас договор. Не, у меня тоже договор, все супер, вообще, выдохните, вот, все остальное делайте. А вот лимузин я уже заказала, уже оплатила, уже деньги жалко, там не вернется. Я говорю, ну, ладно, раз деньги оплатили, пошла навстречу. Но дело в том, что утро, и мне невеста такая говорит, ой, мне лимузин звонит, говорит, иди встреть. Я выхожу и ничего не вижу перед собой, кроме черной катафалки, реально. Ну, прям реально. И я такая понимаю, что я, блин, это сейчас мне смешно. Тогда мне было не просто грустно, а у меня прям паника началась. То есть я начала плакать. Вот, подождите, я представляю, как я сейчас все скажу. Представляешь, я захожу и говорю, ты знаешь, там, и показываю телефон с ее машинкой. Вместо розового кадиллака приехал, понимаешь, катафалк. Вот. И я просто... Такое бывает? Ну, вот такая ситуация была. Сейчас какая-то прям французская комедия. А там так получилось, что в договоре написано, типа, если в день мероприятия несколько компаний забронировали эту машину, компания вправе дать замену. А какая замена, неизвестно, понимаешь, да? И в итоге очень приехала эта машина. Я начинаю бледнеть, краснеть, там, дубить. И этот еще наглый водитель мне такой говорит, ну, а что, говорит, загружать будете? Ты же невеста грустная катапалка. У меня все. Я упала просто внутри. У меня все. Я такая звонила всем своим менеджерам. Я говорю, ребята, делайте все, что хотите. Поднимайте на уши всю Москву, ищите машину. Говорю, на этом мы не поедем. И, в общем, слава богу, там, пользуясь знакомством с театром русской песни, да, там, мы нашли лимузин в хохломе, понимаешь? А свадьба была не в хохломе? Нет, свадьба была не в хохломе, но хоть как-то нарядно, потому что реально это было какое-то типа 8-08, какие-то такие сумасшедшие даты, понимаешь, когда все продано. Обыграть получилось. Да, даже когда, понимаешь, там целая голубятня, все голуби проданы, понимаешь, вот из этой истории. И единственный этот лимузин, который не сдавался никому в аренду, там... Просто каравай по сценарию перенесся в самое начало. Мы через директора, администратора, там, через кассу, там, это театр русской песни, там, звонили каким-то знакомым. В общем, я не знаю, как мы это сделали, через час приехал этот лимузин, в общем. Причем парень там за рулем был в костюме русской песни, это было прикольно. И невеста выходит, я говорю, ну, смотрите, это, говорю, ваша машина, а это машина, вот, которую мы подогнали. Как вы поедете? Она такая, Анна, спасибо вам большое. Почему я вас не послушала? Вот такие, кажется, сейчас смешно. Ну, скажи, а на какую бы тему, вечеринку, ты бы отказалась организовывать сто процентов? На готическую. Почему? Ну, не знаю, я суеверная вообще, вот эта черепа, вот эта вот вся атрибутика такая бесовская, она вот для меня, для верующего человека, да, я очень плохо отношусь к этому. Кстати, татуировки я тоже не люблю, тоже плохо отношусь. Ну, собственно, на этой прекрасной ноте мы прощаемся. Мы отрезаем руку Жене. Нет, мы прощаемся с Аней. Нет, на самом деле, каждому свое. А почему суеверная? Мне думается, что я не... Суеверная, это не совсем точно. Я просто очень верующая и считаю бесовские знаки неприемлемы в жизни человека верующего. Я стараюсь молиться, стараюсь причащаться, исповедоваться. Сказал человек с пистолетом на груди. Ну, пистолет это не атрибутика дьявольская какая-то, это все-таки изобретение человека, как бы имеет место быть, а череп это все-таки такая, ну, если мы уйдем в другие религии, да, это все-таки метки зла, метки... Почему у меня, например, у ребенка там, да, я очень люблю Филипп Лэй, например. У ребенка очень много одежды, но я стараюсь все без черепов брать. Либо снимаем мы их. У меня некоторые говорят, как можно купить... То есть ты ее берешь прям и с крепочкой от Калуповой... Нет, не я, я отдаю, естественно, нашу партию. А могла бы и сама. Ну, я очень люблю, но, к сожалению, как бы, ну... Не хватает времени. Ну, а какие планы есть у Ани Городжи на ближайшее будущее? Ну, книжку по ивенту выпусти уже. Да, будет, будет, да. Когда? Ой, сложно сказать, я ее уже практически написала. Вот, надо, чтобы вы сделали вычетку и найти, ну, поблизите хаос какой-то, да, который меня будет публиковать. И, более того, у меня сейчас очень много предложений поступает начать петь. Ну, проект будет очень тематический, связан тоже со свадьбами. Вот, очень интересная тема будет. А уже можно рассказывать или не хочешь? Ну, не, я рассказываю, но просто я пока не уверена в том, что я этого хочу, потому что петь я, в принципе, не люблю. Вернее, нет, я люблю в караоке петь. Ну, так вот, на общую аудиторию. Мне кажется, если я пою, то я это пою, знаешь, как Виагра, вот это вот, мы с девочками там танцуем, там все, знаешь, так красиво, все, красиво. Ну, в общем, пока что рано об этом говорить, но книжку по ивенту обязательно выпущу. И выпущу ее не для профессионалов, я ее выпущу для невест, чтобы они понимали, куда идти и как корентировать. Как организовать, если вы живете, например, в Северодвинске и у вас нет Анигорода? Да, вполне возможно, да. Слушай, это очень удобно. И, на мой взгляд, такие прикладные какие-то советы, они будут человеку полезны, чтобы самому не наткнуться на те камни, которые обычно есть и подкладывают, и рестораны, и все остальные. Все как-то так. Я слышу, как у нас уже заканчивается эфир. Да, мне подсказывают, мне подсказывают, что эфир у нас уже заканчивается, заканчивается, но без одной замечательной рубрики я тебя отпустить просто не смогу. Я сейчас попрошу оператора переключиться на камеру номер два и показать Аню, а я в этот момент схожу и достану рояль в кустах. Почему бы и да. Анечка, улыбайся пока, улыбайся. Мне страшно. Не бойся. Вот смотри, вот это называется мешочек юмора. Его у нас в этом году еще пока не было. Блин, я нервная очень, если честно. Что прыгает там? Подставь. Нет, там ничего не прыгает, там лежат совершенно разные предметы. Ну вот, там может оказаться все, что угодно. И суть рубрики заключается в следующем. Я тебе задаю тему, и ты стараешься пошутить, симпровизировать. Вот мы сейчас, собственно, и проверим. Давай, попробуем. Следующее. Тематики праздничных вечеринок. Ты берешь предмет и сразу же говоришь... Должна придумать, что это за тематика. Да, 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 именно так. Ну так, надеюсь, что я... Там разного барахла много, я всю неделю скидывал. Ой, ой, ой. Доставай, доставай. Ага, так. Вышиваю крестиком плиту, понимаешь, косички. Или, я даже не знаю, попади в ушко иголки, понимаешь, своим ушком, носиком или ниточкой. Что-то в этом роде можно придумать. Но, на мой взгляд, самая интересная будет тема, если мы всех гостей, всем разошлем приглашение в стиле макраме, да, чтобы там все было совершено. Как бы в стиле макраме. Я уже представила, понимаешь, чтобы... Ну, просто совсем нитки, мне кажется, это будет скучно там, да. У кого нитка толще, можно поиграть такую. Хорошая история. Давай следующий. А, то есть это еще несколько. Конечно. Господи, что... Давай, давай, разгоняйся, быстрее. Давай, разгоняйся. Год вечеринка, понимаешь, сколько зарезал, сколько перерезал. Понимаешь, можно еще... Что делать, когда... Ой, господи, у тебя есть ногти, и ты не можешь достать штопор из этой штуковины. Как это называется вообще? Это называется перочиный нож. Кстати, говоря, швейцарский, видишь? Свадьба в стиле швейцарского шансона, как тебе говорят. Это с Дубровки, а швейцарский нож? А это именно с какой Дубровки? На полянке покупал. Настоящий мужик, почетный свидетель. Ну, я не знаю, так держать. Еще такой кулак вверх. В общем-то, возвращаемся опять к тому, что... Это как жених ОМОНовец. Любая свадьба без мужика, как бы... Ладно, чтобы не два мужика. Вот чтобы хотя бы один в этой свадьбе был мужик. Согласился. Тем более, что в нашей стране это все равно история нелегитимная. Ну что, Анечка, я тебя благодарю за то, что ты пришла. Собирай как можно больше премий, как можно чаще приходи, радуйся советами наших телевизионных зрителей. Ну и по традиции, желай себе. Вот каждый раз проговариваю слово себе. Себе. Потому что эфир у меня волшебный. Ну, давай. В общем, наконец-то надо разгрестись со всеми своими делами. Что такое-то? Прямо смотри. Я себе желаю наконец-то стать телеведущей, а свой бизнес все-таки выстроить так, чтобы он и без меня существовал благополучно, а я в нем только руководила. Вот. Отпустить уже наконец-то дела и переложить их на других людей, в общем. Потому что я пока что везде. Поэтому всем пока. В общем, себя я люблю. Самое интересное, в этот момент она показала на меня переложить все на других людей. Вот так я обзавелся новой работой. Мы вернемся сразу после музыкальной паузы. А, Анечка, я тебя просто обожаю, ты знаешь. Я тебе тоже. Спасибо большое за приглашение. Всем пока. Вы думали, праздник закончился после ухода Анны Гароджи? Нет. У меня в гостях парфюмер с большой буквы «П», я бы сказала. Это человек, который знает о том, как правильно пахнуть и как правильно слышаться. Вот как, верно, Наташа? Правильно слышаться. Да. Как правильно слышаться, а также как подобрать аромат к абсолютно любому. Потому что, любому человеку, потому что у меня в гостях парфюмерный эксперт, специалист по подбору парфюма и основатель интернет-магазина Нина Богар. Наташа Большакова. Как хорошо, у меня как раз закончились духи, дамы и господа. Поэтому прямо сейчас расскажи мне, Наташа, что ты принесла. Я видел на сайте огромное количество потрясающих, не менее потрясающих, изысканных флакончиков. Ты пока расскажи, а я буду слушать. Хотел сказать, опять нюхать. Ну, вот я всегда так. Ну, да, красивые флакончики. Это ваша фишка. Это наша фишка, да. То есть у нас не совсем такая обычная парфюмерия. Это масляная парфюмерия. Да. Масляная парфюмерия. А чем масляная парфюмерия отличается от... От обычной, которой мы привыкли, да? А вот давайте откроем и посмотрим. Ну, во-первых, она в виде маслица, Маша. А это чем я сейчас буду пахнуть? Это афразит. Маша сильнее. Осторожнее, осторожнее. Правда? Конечно, это же все работает. У нас еще эфир. Так, друзья, если вдруг вы увидите, что либо я накидываюсь на гостью, либо гостья на меня, это всего лишь качественная масляная парфюмерия. В общем, мере, да, из-за меня. Да? Да, то есть это духи, это масляные духи, они не содержат спирта, наносятся только на тело, наносятся на волосы и под действием температуры, то есть мы начинаем двигаться, у нас кровь наша активно разгоняется и, соответственно, духи начинают играть. Они играют. Это правда, что на каждом человеке, Наташ, один и тот же аромат смотрится совершенно по-разному? Да. Да? Причем, прошу заметить, что в разное настроение. То есть, например, сегодня мы очень такие позитивные, радостные, у нас все хорошо, мы надушились этими духами, но все, все падают просто. Вот на самом деле, потому что когда у нас очень хорошее настроение, когда мы позитивно настроены, мы уделяем такие вещества, как аттрактанты, может быть, знаете. Еще раз, нет, не знаю. Это аттрактанты, да, немножко? Нет, мне нормально. Нормально, да? Послушай, ну у нас эфир развлекательный, но при этом это не значит, что он не должен быть познавательным, поэтому аттрактант, правильно? Да, да, то есть это вещества. Потом погуглю. Да, да, да. Тупой. Это вещества, которые мы выделяем, когда мы здоровы, когда мы позитивно настроены, и это очень сильно протягивает противоположный пол. Так, а есть ли только аттрактонический парфюм? Нет, это мы выделяем, да, аттрактанты, а в этих духах у нас находятся афродизиаки, содержатся афродизиаки, то есть это мускус, амбра, то есть когда мы в позитивном настроении, плюс еще на меслете духи, то все. Все хорошо сразу же становится. Да, все очень хорошо, все очень хорошо, да. А если мы в каком-то таком депрессивном состоянии, как-то ничего не хочется, то организм мы выделяем такие вещества, как репелленты. Это то, чем прыскают от комаров? Ну, примерно да, то есть об этом нужно помнить всегда. Господи, вот видите, как полезно настоящего профессионала в эфир звать. Теперь я буду знать, что если у меня настроение не очень, я сразу пахну спреем от комаров, в лучшем случае. Нет, действительно так, поэтому нужно следить за своим состоянием эмоциональным, нужно быть всегда радостным, веселым, вот, и, соответственно, пользуюсь духами. Наташа, а как ты пришла вообще к тому, чтобы заниматься этим? Ведь вот не думаю, что ты в три года такая подошла к маме и говоришь, мам, я решила быть селективным парфюмером. Как это случилось? В три года, конечно, да, я не подходила, хотя у мамы я душилась практически. Правда? Да, да. Все-таки с детства? Было дело, да. С детства, ну вот с детства такое любительское картофель было, то есть мне нравилось у мамы, у бабушки. Потом я работала в парфюмерно-косметических компаниях, ну и, наверное, четыре года назад я начала ездить, брать различные мастер-классы из-за рубежа. Как правильно называются такие? Это бьюти-туры, парфюмерные туры? Ну, есть и бьюти-туры, но это у меня было индивидуально, то есть, допустим, можно приехать во Францию, есть определенные парфюмеры, которые дают мастер-классы, и ты можешь взять как какой-то там однодневный, двудневный, синедневный. Если, ну, можно, конечно, поступить в школу, да, но это... Мне думается, что парфюмерная школа – это все-таки как школа вокала. Там тебя научат просто смешивать правильно, чтобы ничего не взорвалось, и, так сказать, пахло маломальски приятно. А вот, когда ты смешиваешь эту историю самостоятельно, ведь вы же готовите индивидуальные парфюмы. Индивидуальные. Давай разберемся. Вот, во-первых, можно ли подобрать, например, духи по темпераменту человека? Ну, вообще здесь в комплексе. Ну, вот посмотри на меня и скажи, чем бы, вот ты... С каким бы ароматом ты бы меня просоциировал? Чем бы я, по-твоему, должен пахнуть? Ну, вот я сегодня вот с утра смотрела, смотрела, и аромат сложный должен. С одной стороны, с другой стороны, вы такой многогранный, а ты... Да. Что может быть сложный аромат как-то даже будет... И пока еще не старый, поэтому на ты... Да. Я думаю, что вот для тебя подойдет свежие нотки какие-то, возможно, цитрусовые, но если только цитрусовые, свежие, это будет мало. Здесь нужно добавить таких ноток, как, например, бобы тонко. Бобы? Бобы тонко. Знаешь, что? Нет. Вообще, это гипнотическим эффектом. Вот. Я всегда... Напомни, пожалуйста, адрес, по которому можно приехать и посмотреть, вот так сказать, духи с бобами. Сейчас это можно сделать в Верхней Красносельской 3. Или позвонить по... По номеру интернет-бутика. По номеру интернет-бутика. По номеру, который указан на сайте. Ну, а когда будет вот прям открытие бутика с тестерами, с вот с чем-то вот таким вот фуршетным, праздничным? Когда этого ждать? Готовимся к этому. Мы сообщим. И придете в эфир? Естественно. И подарите подарки. Естественно. Ой, прекрасно. Я договорился, как хорошо. Скажи, а вот можно ли сказать наоборот, по человеку и по тому, какие запахи он любит, ну, какие-то психологические характеристики дать? Ну, например, вот этот бешеный, вот этот вот. Я, например, очень люблю тяжелые запахи в стиле каленая земля, например. То есть, какие-то тяжелые? Да, да. И причем совершенно неважно. С кожей, с табаком, с амброй. Да. Интересно. Вот скажи, вот что говорит о человеке? Говорит, да. То есть, когда приходит ко мне покупать... Ну, кроме того, что я больной, судя по всему, так посмотрел, так это... Почему же? Да, и Наташа большого отодвинулась в этот момент немножко. На самом деле, говорит о том, какие ароматы нравятся, то есть, можно сделать какой-то определенный вывод. То есть, например, чем интересует, то есть, вообще, как полностью живет человек, да, или чем-то может быть... Хотя, иногда бывает, что приходит, допустим, да, покупать себе губеркул или что-нибудь свежее, ну, не знаю, да, и кажется, он настолько все как-то там... Мне думается, что в этот момент человек просто с жиру бесится. Он просто не знает, наверное, да. То есть, здесь нужны какие-то мы задаем наводящие вопросы. Слушай, но ведь это уже очень сложная задача, Наташа. Когда человек сам не знает, зачем он пришел, но при этом важно все-таки, чтобы он совершил покупку... Да, соответственно, вы... Есть какой-то алгоритм, как определить, вот, его вкус, угадать, скажем так, его слушательские пристрастия? Определенный, определенный алгоритм есть, он выработан. Выдашь или это секрет фирмы? Это такой, наверное, немножечко секрет. Тогда покажи на мне. Ну, вот, например. Вот я прихожу, говорю, не знаю, чем хочу пахнуть, самое главное, чтобы хорошо. Чтобы хорошо, да. А чем вы сейчас пользуетесь? Я сейчас пользуюсь духами одной сетевой компании. Сетевой компании? Да. Я заметила, сказал Наташа. Так. Ну, я бы поинтересовалась, а как у вас сетевая жизнь? Прекрасно. Прекрасно, да. Правда, духи сетевой компании девушке не нравятся. Не нравятся. Не нравятся. Может, не нравятся. Ничего не говорите? Вообще ничего не говорите. Но я бы посоветовала попробовать духи с афродизиаками, как раз наши масляные духи, они, в общем-то... А если, например, вот человек в этом случае отвечает, ой, слушайте, это опасно, она будет сразу ко всем ревновать и все такое? Надо пробовать. Надо обязательно пробовать. Так, ну вот мы пробуем, я слушаю и говорю, нет. Что делаешь дальше? Я уже понимаю, какому... То есть я даю попробовать, допустим, такое семейство, такое семейство, такое. Я вижу реакцию, что отвечаете. И в процессе вообще во всем этом разговоре я понимаю, то есть вы даете мне ответы на мои вопросы. Нет, 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 нет. Хотя, вот, у меня новый проект, и мне хочется, чтобы вот я вот пришел, когда у нас была ситуация, приходит ко мне покупатель и говорит, что, ну, клиент, да, мне нужны духи для лифта. Для лифта? Для лифта. Для лифта. Этаж, и ей где-то... Должность, должность, да. Я думал, на этаж, и ей этажей 60 пахнуть в лифте. Да, на высокую должность, и у нее была задача, чтобы, когда она приходит в офис, чтобы все знали, что она здесь. Вот, то есть вот она вызывает, что, какой-то аромат для лифта. То есть определенная задача есть, правильно? Как мне нравится, когда... Вот что отличает настоящего парфюмера от шарлатана? Нет, не думайте, не срезание волос, как в фильме известном. Нет, 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 нет. А вот чувственность к метафорам, я бы сказал. Вот однажды я пришел в магазин, и мне покрутили у виска. Я сказал, я желаю пахнуть, вот чтобы, вот как пахнет пастор. Вот. Это просто мне важно было посетить одно... Мероприятие, скорее всего. Мероприятие, связанное с этим, да. И я что-то так подумала, почему бы, да, хороший аромат в этом. Вы же помните, да. И на самом деле это все очень смех, смех, но это на самом деле все очень... Правильно сделала? Да. То есть свежий цитрусовый аромат на таких мероприятиях, не очень, равный, наверное, так же, как и очень тяжелый на яркий. Мне кажется, твоя задача, не задача, а вот твой прямо вот вариант – это миксовать. Это миксовать. То есть это, что значит миксовать духи? Для некоторых это слышится, что как это можно замиксовать, там можно такое получить. И миксовать – это не то, что вот в один мой цубик что-то там налились. Нет духов из других. Нет. То есть мы, допустим, смешали достаточно простой аромат, например, цитрусовый и достаточно сложный, там, древесина, амбра. То есть мы замиксовали, и что-то, допустим, если спиртовое, мы нанесли на волосы, а если масляное, мы нанесли на тело. А скажи, а вот можешь ли ты, скажем так, вот хорошо ли должно работать у парфюмера воображения? Вот, например, я хочу, чтобы пахло как, ну не знаю, ну, например, как только что свежесрезанный пучок укропа. Или там, я не знаю, или чтобы вот как свежая капелька крови. Вот как-то на такие метафоры, или вот знаешь, вот этот вот, говоря про каплю крови, я имею в виду вот металлический вот этот легкий-легкий, легкую нотку, правильно говорю? Вот. Ты читаешь эти метафоры, или бывают прям какие-то запросы, когда человек приходит, и ты говоришь, чем вы хотите пахнуть пенопластом из-под... По-разному бывает, приходят, да, действительно не знают, что хотят, и потом в процессе разговора мы, я понимаю, что там или с личной жизнью, да, что-то у девушки какие-то проблемы, или там у мужчин, ну не то, что проблемы там, они, когда собираются на свидание и хочут покорить своего мужчину, да. Или, например, недавно приходит девушка и говорит, мне нужен аромат денег, аромат, который притягивает деньги. А вот чем пахнут деньги? Как смешать этот запах? А вот для тебя чем пахнут деньги? Для меня лично они пахнут, там, наверное, есть какая-то горькая нотка обязательно, наверное, даже вот как раз металлическая, о которой мы говорили, причем она металлическая, не пласт, мне сразу представляется, а какая-то такая маленькая стружка, заноза какая-то, вот знаешь, вот когда не очень сильный аромат. Чем еще? Ну, безусловно, свежей типографии, вот когда книжка, да, вот пахнут... Только свеженопечатленные. Даже, возможно, еще теплая, вот ты ее открываешь, да, и так еще страницы потрескивают. Вот, ну и, наверное, здесь есть, наверное, запах власти какой-то. Для меня запах власти – это когда человек начинает пахнуть... Это момент, когда у человека в кошельке лежит 1200 долларов наличными, и вот в этот момент он начинает источать какой-то запах. Надеюсь, не потеет. Ну, почему-то нет. Да? Ну, хорошая сумма, согласись. Хорошая. Вот, похоже на композицию денежную? Или из меня парфюмер никакой? Ну, мне кажется, можно проработать. Неплохо, да? Да, да. А вот какие запахи ни в коем случае нельзя смешивать, ни при каких обстоятельствах? Ну, например, цедру апельсина с, не знаю, с амброй. Вот смешаешь, и будет вонючко. Мне кажется, это такой творческий процесс, то есть можно же определённые чуть-чуть, то есть здесь чуть-чуть, здесь по чуть-чуть, то есть, ну, нельзя вот так категорично сказать, вот это нельзя смешивать с этим. Это же творческий процесс. Ну, курицу же с вареньем не смешивают в кулинарии, я вот об этом. Почему где-то есть же острые со сладкими? А есть в этом случае духи, которые, например, ну, скажем так, настраивают на определённый лад, но не настроение создают, а вот прямо зомбируют, что называется. Потому что я видел очень часто, девушки, по крайней мере, на сайте, очень часто интересуются именно этим, да, как привлечь к себе. Не только девушки, могу сказать. Да, очень много и мужчин тоже. Но тут совершенно нормальное явление, почему нет, мы хотим нравиться, ну, девушке хотим нравиться. Верно, здесь исходить из себя, то есть мы подбираем духи, исходя из, например, недостатков человека и дополняем его, или, например, наоборот, подчёркиваем достоинство. Как ты в этом случае действуешь? Здесь такие моменты нужно учесть, то есть есть определённые афродизиаки, скажем так, афродизиаки – это то, что притягивает противоположный пол. Их много существует? Ну, не так много, но они есть. Вот на мне сейчас какой? Амбра. Ага, так. Амбра. А с чем её можно смешивать? Ой, ну, амбра – это вообще такой, то есть я, например, амбру… То есть он базовый? Ну, как база, да, то есть я, например, амбру мешаю. Вот здесь это вообще, здесь клубника. Да, я чувствую. Клубника, ваниль. А как правильно, вот так дегустировать? Ну, можно и так, можно и так масло. А смешивать тоже можно? Да. Ох, сейчас что будет сразу после эфира? Музыкальный редактор не видит. То есть афродизиаки определённые есть. Клубника, малина, почули, бобы тонка, амбра. И, соответственно, нужно, вот если есть определённая задача, да, то есть, например, привлечь противоположный пол, я даю какие-то ароматы послушать. Я, допустим, понимаю, что, к примеру, девушки-блондинки такие лёгкие, им, конечно, ближе афродизиак. Музык, ваниль, клубника, такие злойные брюнетки, им, конечно, подавай амбру, что-то такое. А бывало такое, что вот не совпадает совершенно? Вот, то есть, вроде бы по психотипу ты чувствуешь, ну, или по внешнему виду, что вот такое вот, а она приходит и совершенно противоположная. Да как-то всегда вроде всё. Всегда угадаю. Вот. Вот, в основном, да. Вот. Наталья Большакова, запоминайте. Работаем над этим. А как можно прочитать, есть ли какая-то специальная литература, которую ты порекомендовал бы нашим телевизионным зрителям, для того, чтобы чуть лучше начать разбираться в запахах, совершенно точно определиться с парфюмом? Литературы достаточно много. Литература достаточно много разных. Я говорю о хорошей литературе. Очень хорошая литература, история. Здесь ничего нет. Ну, ладно. Это, между прочим, дизайн. Это старое, кстати, прошу. Если вы вдруг зайдёте на сайт интернет-бутика Нина Богор, то обратите внимание, что там каждый практически флакон эксклюзивный. И можно налить любимый аромат в не менее любимую бутылочку. Ну, скажем так, чуть позже можно. Сейчас можно купить отдельно бутылочку. Отсюда на машине. Мне кажется, что там будет потом, и даже... Нормально. Я поеду на такси домой. Надеюсь, доеду. Осторожно. Да. Я буду очень аккуратен. Так всё-таки... Я бы посчитала... Литературу очень много. Те, кто просто интересуется парфюмерией, я думаю, ну, так скажем так, как на уровне хобби, да, что-то поинтересное про ароматы, почитать про историю ароматов. Я бы порекомендовала история парфюма острого, лизи-острого. Очень интересно. То есть там про парфюм 60-х, 40-х, 20-х. Там настолько красиво на языком это написано, что есть там парфюм любовников, парфюм там такой. То есть очень интересно. И там написано о том, как создавать аромат. Есть ли такая литература? Именно как... Вот в этой книге... Ну вот нет возможности у человека приехать на Красносельскую 3А. Ну вот нету, понимаешь? Почему нету? Можно позвонить. Можно позвонить. Можно позвонить по телефону, и я, допустим, я дам консультацию по телефону. Ага, вот. Это выход. Это выход. Особенно в случаях, когда безлимитные звонки у вас. Поэтому звоните. Кстати говоря, звоните в телефон прямого эфира. Возможно, есть у вас какой-то вопрос к нашему звездному эксперту. Прямо сейчас оставили вас с моей любимой певицей Валерией. Океан. Кстати говоря, чем пахнут океаны? Не рассказывайте. Хорошо. Не рассказывай. Она все знает. Наш эфир продолжается. И я просто чувствую себя сейчас Гарри Поттером всея парфюмерного мира. Потому что у меня в гостях специалист по созданию индивидуального парфюма и просто хай-класс специалист, я уже это понял, Наталья Большакова. Скажи, Наташ, возвращаясь к тому, о чем разговаривали во время перерыва, а если все же вот такая парфюмерия недоступна для обывателя, можно ли смешивать обычную парфюмерию? Ну, например, взять, я не знаю, один парфюм одного модного дома и смешать с другим. Диор, Шанель, Прада и Каролина Эрера. Бац-бац, и получилась какая-то феерия. Или вонючка получается. В принципе, конечно, здесь есть определенные моменты, как это правильно смешивать, да. Но именно масляные духи для этого вообще очень идеально подходят. Конечно, здесь, если мы смешиваем духи, то лучше использовать один аромат попроще. То есть там, допустим, что там цитрусовое, легкое, а второй такой, например, послаще, там есть инжир, кожа. То есть мы получим интересную композицию. Кстати, по поводу доступности, это достаточно доступно. Правда? Да. Ну вот я смотрю на этот королевский бутылек и понимаю, что он как святой грааль, наверное, с кровью какого-то святого выглядит. Правда? То есть дорого, красиво, но доступно не выглядит. Ну, на самом деле, в чем достаточно большой плюс этой парфюмерии, что помимо того, что она очень необычная, то есть когда вы наносите это на себя, я всегда предупреждаю, что, когда у нас приобретают парфюмер, я всегда предупреждаю, что будьте готовы, что вы будете комплименты собирать везде. В офисе, на работе, в утро, в магазинах, везде. А вот мы прямо проверим, я вот уже чувствую, что оно все впиталось. Да, и также здесь очень красивый флакон, ну и, конечно, доступно, то есть на сайте можно посмотреть. Ну а сама какие парфюмы предпочитаешь? Сейчас перешла прямо вот на масляный парфюм, и мне просто нравятся определенные ноты. Я люблю инжир, люблю ампру, люблю кожу, люблю миксовать, и, естественно, мне, конечно, как правило, расспрашивают. Часто ли ты как парфюмер допускаешь ошибки? Ну, то есть вот чувствуешь идеальный вариант, думаешь так, вот еще немножечко вот почули, добавила, и получается что-то не очень. Ну, ошибки, они всегда бывают. Бывают. Ну, их ошибки, это все можно корректировать. Опять же, если ничего не делать, как это что-то получишь? Поэтому надо пробовать. Вы в магазине, Нина Бугорт, предлагаете готовые ароматы или смешиваете прямо там? Сейчас мы предлагаем готовые ароматы, и сейчас параллельно мы работаем над новыми ароматами, которые будут это нашли. Это тоже будут готовые решения? Это будут готовые решения. Сколько будет линейка? Поделись. Работаем. Ага. Ну, о... Не очень большая, но очень интересная. А как, насколько важно в парфюмерии и название самого парфюма? Играет ли это роль? Как ты считаешь? Изначально, конечно же, наверное, да, на название идут, но в принципе, вот работая более, все-таки уже более там 2-3 лет с конечными покупателями, с клиентами, когда у меня там где-то более 20 человек, я консультирую, все-таки больше... Сначала, да, название упаковочка красиво, но когда мы работаем с ароматами, с задачами нашего покупателями, все-таки это содержимое. Ага. Это содержимое. Ну, насколько доступно? Я все-таки хочу докопаться до ценообразования. Правда. Ну, очень красивая бутылка, такая прям, пускай маленькая, но сразу понятно, что это... Это, кстати, кажется, что маленькая, это в среднем на 2,5-3 года. Правда? Да, это же масляные духи, то есть их... Вот, если их много не нужно, и даже... Конечно, уже маленькую папу. Подожди, это получается даже после... даже после душа он оставляет запах? Вообще их лучше наносить после душа, на чистую кожу. При правильном пользовании, при правильном хранении... Ты прям пропитываешься, наверное, этим запахом. Да, пропитываешься, можно и в ванну, кстати, принимать. А вот, слушай, а вот какой вот каверзный, получается, парфюм? А если я вдруг резко захочу пахнуть как-то иначе? Не выведешь, да, сразу? Ну, сразу, наверное, не выведешь, да. Но зато мне очень нравится, что это практично, поэтому, дамы и господа, скоро мужской праздник, потом праздник женский. И вообще, в принципе, дарить духи это вообще не мувитон, я считаю. Да? Да, да. Можно ли... С более таких флаконов. Как красиво подать? И как угадать с запахом? Правильно ли выбирать запах без человека? Или все-таки можно, обязательно важно взять за руку, привезти и говорить, вот это нравится, вот это нравится, вот это нравится? Подобрать можно и без человека, можно в подарок. Мы так делаем. Здесь, естественно, я максимально получаю информацию. То есть не только принято, блондин, то есть здесь чем занимается, что любит. То есть чем связана работа, например, такой творческий человек, да, или, например, бухгалтер, который работает с бумагами. То есть здесь вот такая общая картина должна быть. И здесь также я помогаю сделать какую-то подводку, потому что, например, каждый ингредиент, каждый ингредиент, да, бобы тонко, да, в Индии вообще раньше с этим ароматом, там, ну, то есть он гипнотический эффект, да, то есть там шаманы, шаманы. Бобы тонко, я прям запомнил, я сделаю себе бусы вот так. Да, да, он, кстати, очень вкусно пахнет. Орех, карамель, ваниль, то есть очень интересный. Потрясающе. Да, бобы тонко. Да, есть в магазине. Так, ага. И хоть не самый брутальный, собственно, вот интересно, а что будет, если я их выпью? Давай, не будем экспериментировать. Да, я просто рассчитываю на все комплименты в редакции сейчас. А есть возможность приобрести такой аромат у тех, кто живет очень далеко, то есть есть ли доставка? Да, конечно, конечно. У нас есть доставка вообще по всей России, если нужно куда-то за рубеж, мы тоже доставляем. По Москве мы даже можем доставить в день заказа, то есть мы очень мобильные, у нас очень хорошо работает рубежская сеть. Благодарю тебя за сегодняшний эфир, благодарю за полезную информацию. Ну, я надеюсь, что формула юмора для вас сегодня стала не только смешной, но и, повторюсь, познавательной. Мы увидимся с вами уже через неделю. Нет, через неделю, а может и увидимся. Все зависит от того, как Женечка отметит 23 февраля. Между прочим, принимаю духи в подарок, особенно после того, как Наташа Большакова пришла в эфир. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok